Всем привет пацаны! Ну что, достанем еще одну игрушку и пожалуй хватит. И это метро исход. И первым делом, как обычно, я показываю настройки графики, то есть у меня здесь выкручено все на ультрах. Единственное, вот вырубил размытие, потому что я его не люблю. А так вот снова вот все, просто ультра. Ну какие-то там пункты выключены, ну не особо как-то я в это вникаюсь, мне без разницы. Главное, что у меня ультра настройки в метро исход. Вот, давайте загрузимся и посмотрим какой фатплэс у меня в этой игре. Ну что же, вот мы выходим на улицу. И здесь у меня выдает от 60 до 80 кадров. Иногда опускается до 50, до 45 проседает картинка. Это если я смотрю вот на такой свет. Ну вот даже упало до 39. Ну тут прирост вообще очень хороший. После замены видяхи здесь стало все летать. Просто вот посмотрите, какое все быстрое. Мы идем, и сейчас у нас 70 кадров. Стабильные причем. У меня здесь выдавало где-то порядка 30-40 кадров. То есть фпс реально поднялся с новой видяхой. Вот даже 90, 80-90 сейчас даже выдает. Охренеть. То есть в этой игре показатели выросли. И видюшка тут решает все же. Ну вот, то есть мы пока тут бегаем. У нас то 80, то 90 кадров, то 70, 60. Все по-разному. Ну в среднем где-то 60 кадров. Интересно, сотка здесь будет или нет. Ну 98, давайте побежим вдаль. Нет, по-моему, максимум 97 было. То есть смотрите, я только смотрю на свет. У меня сразу падает частота кадров. То есть до 40 опускается. О, я видел, там сотка была. Сотка кадров метро. Exodus, нифига себе. Круто. Блин, я сюжет проходил, но я еще не прошел игру. Я проходил с такими тормозами, что мне было неудобно стрелять. Просто у меня до такой степени все проседало. До 20 кадров, наверное, даже падало. И было вообще некомфортно стрелять. Сейчас же ощущение намного лучше. Играется намного комфортнее теперь. На новой RTX 2060. Да, какими-то моментами FPS проседает, но не так сильно. В принципе, играбельно. Играть можно в эту игрушку. Даже с этим стареньким процессом. FX-83-00. О, смотрите, какой красивый закат. Даже ничего не просело. Даже наоборот, больше FPS стало, как только я на солнце посмотрел. Ну, нагрузки. Обратите внимание, здесь у нас что видеокарты, а что процессы работают практически на одном уровне. Ну, конечно, проза больше напрягается. Но все же, видяха здесь все-таки работает как-то постабильнее, чем в других играх. Ну, это как вот в God of War так же. Результат улучшился, короче говоря. В разы причем улучшился. Очень бодро теперь идет эта игрушка. Реально. Здесь, наверное, там крокодил. Блин, здесь же буду с ней сожевать. Блин, какая красота. Шикарная графика. То есть сейчас мы плаваем по воде, пока все спокойно. И у нас 70 кадров, в принципе. В легкую вытягивает. Без всяких просадок. Ну, то есть вот такую мощную игрушку, в принципе, тянет даже на ультра настройках. Это просто великолепно. Тестировал данную игру я, кстати, уже после андервольтинга. Поэтому такие хорошие результаты. И обратите внимание, температура даже 60 градусов не достигла. Давайте еще раз вылезем на сушу. Попробуем пострелять. Еще раз покажу, что при стрельбе теперь все нормально. Вот мы стреляем. Как было 60 кадров, так и осталось. Никаких просадков нету. Великолепно. Игрушка достаточно требовательная. И, в принципе, мой комп ее тянет неплохо. Даже этот старичок, фикус, справляется с такой сложной игрой. Кстати, вот сейчас появились какие-то следы крови у нас на нашем шлеме. И у нас вот немножко упала частота кадров до 40 аж. Или это то, что там зверье вот это на нас нападало. Ну, в принципе, вот так вот тянет эту игрушку. Неплохо. Ну и на этом я прекращаю тестировать игры. Кому еще нужно посмотреть, как ведет себя данная связка, пишите в комментах. И я, возможно, протестирую вашу игрушку. Ну, а сегодня я делал тест Метро Исход на новый, своей RTX 2060 от MSI на 6 гигов. И тестировал я вместе с процессом FX8300, который работает на частоте 4 ГГц. В общем, всем спасибо и всем пока, друзья. Это был последний тест игры.